а у интересного для что знаешь интересно за что целый сумку бил гардашам дай ссылку на плейлист теперь не доната на экране будет дальше он не эту брат как не ты брат он тебя купился нахуй ты палишь сразу я не видел какой там cls на его трек умоляю на его трек легенды отвечаю красивый автомобиль наблюдайте эта история будет интерес но как будто на нее надо на нее нельзя ваах ёбана в рот ваах ёбана в рот ваах ёбана в рот ваах маёси ваах блядь ёбана сука деда маут хан ваах блядь сбитыми ранами я улетаю но я же вернусь стою на него смотрю и кайфую не смотри блядь или покупать 63 cls или же проще банан то блядь такой же когда я брал а мне не такие диски бля вот я посередине вот эту хуйню не стал ставить понял во-первых она стоила блядь 300 долларов вот это пластмасска охуеете дрова без него блять даже зазор такой же да на них не одевается зазор пацаны еще красавцы все равно понемногу враг ваах бля а видишься как шаду лайн не подходит по-любому волк по-любому бра два поворота не подходит приехали немного раньше чем продавец а у меня тоже крыло было поцарапано самому левое крыло поцарапали и это кайф это не передать словами у нас такой тачки еще никогда не было посмотрите она вас погубит просто покататься да но мы этот берем на продажу откровенно будем типа ценник слишком сладкий да у него есть момент а уж малюка нету продавец сказал по телефону что он подымливает а какой целый с ним масло съемные в общем мы ждем продавца и сейчас уже вам ну как бы покажем там запуск его прокатимся поедем у него три окраса ну там есть конечно всякие там у меня было у меня было два окраса передний бампер заднее правое крыло ждем владельца вот минут на минуту должен подойти типичная ситуация радует пунктуальность людей уже полчаса стоим ждем у продавца нет алло я прошу прощения молодец знал знал вот плюс рэп ему он знал то что я буду отвечать стримить номер закрыт ну ждете полчаса подожди еще ахуеть а сколько я как мусишься гарда банса 1 ростки балла дождись я не знаю почему жизнь там притягивает не пунктуальных людей и какие-то интересные ситуации но мы уже ждем ахуеть два часа мне кажется постанова знаешь сколько чуть-чуть скажи ты будешь или не будешь ну хорош каких 20-30 слушай но это вообще не серьезно кстати бля это я знаю что за города же это мариуполь блять магадан вот мы давно с такими персонажами я перепутал букву блять одну заебали походу да я надеюсь что это к нам да ебать она красивая а мой брат вонца хуйня не приеду по кузову посмотрели все понятно что расскажешь по машине так по телефону тоже харман об этом по телефону он сказал а чё по мотору свечки меняли сервисе было типа обслужили блять ну блять а смотри ушки менееный фар пушки фармене на видишь не родные стоят не заводской блять бля вот как должен был выглядеть даже не карбоновая крыша крышка вот как должен выглядеть был правильный шестьдесят третий блять ебать у меня состояние было ебанутое расход масла большой сколько наступает опа вижу одной сетки нету которая закрывает так тоже заметили заметили да все антифриз нормально а у это говорю мы пружины капота нету одной вот пружины капота 1 нету для позиции . легенда не а чё продаешь еще покупаешь базар удеет базар удеет хорош неплохо было ну не мы на продажу берем мне кажется такие тачки продают именно когда накатались да или когда уже устали вкладывать да сейчас делать надо кататься наслаждаться запусти бля его чё за легенда на его рулю ебищного ли я спорти как моя заводилась нихуя сам у меня после запчасть поменяли не было такого у меня никогда в жизнь так не заводилась а чё такое а это бензин плохой надо топливный поменять ну газани чё полный а чёрным дымит и горят ебать ну это нихуя не бензин ну я тоже так думаю а чего ты взял что-то бенз так поменял ты говоришь дешевые не оригинальные да не у меня никакого него не пиздите да 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 а ну все так у него катушки пизда вась катушка это вообще не проблема это катушка брат меняй давай давай делай же от меня катушку и все бля покупаем это вообще нихуя по тбилиски скажите машина хуевый твой рот ебал давай охуеть ебать там ебашит вах блять да 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 ну это дитон охуеть вот это дымит называется да он бензом очень жестко пахнет а чего ты взял что от свечи сервисе да а ты где-то здесь не монтируешься на что нас убирал мне кажется тебя где-то обманули мне кажется ты где-то уже дальше обмануешь не вот такие цель из вот она блять вот как какие цель из а бывают мотор троит она дымит ну дымит ладно куски сказал мотор троит она дымит никуда не подъедет рейдер что такое кого-то динамату да 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 может реально свечки не это катушки позвони воли а или задиры ебануты передачу она давай еще разок до 5 заглох и водяна глохнет и вот ты молодой пацан покупаешь свет банан понизу рынка это вот наверно подходящая цепь уже сачку черный дым брат короче счета проблема с топливной прождали продавца два часа перед этим конечно же скинули задаток потому что это наш зритель и он сказал то что с мотором как бы ну все окей но слегка подым а у меня к за катушка сами видели не знаю что указываем и тысяч 30 35 долларов на трилям не нужна либо просто дешевле слушала на по поводу цены просто мы изначально как бы приехали за машины которая слегка подымливает а по факту ну здесь не то чтобы подавляться мотору плов по цене мы договорились вроде как задавок скинули у меня есть кто больше дает и но больше то дают это понятное дело но мы здесь сейчас ну как мы первые за так и задатки на весь второй задаток но там дают больше поэтому как бы если не интересно не актуально и отдам другому человеку не но если допустим не интересно и актуально по цене дороже потому что там дают больше можно говорить 170 тысяч набрал целость поле даже коробку случая такая не брата ну какая воля случая мне кажется вот вы то что гатья постановку просто не верите таким людям но глаза у него яркие честные его глазах я не вижу какой-либо наеб реально тором ну дешевле точно не будет и там дают больше там чек готов прямо приехать и забрать в таком виде как есть и его все устраивает и чем-то цена которую мы обговорили там нету ничего плохого цена которую человек да я не знаю на хонда ебался до меня больше чем давай ну гнида блять да 5 тысяч долларов забрал похуй мне типа я тебе сейчас должен дать на сутку больше что я наебываю блять сто процентов вы таких продавцов наверное никогда не встречали и дай бог чтобы они вас обходили стороной а после того как мы смотрели цвс прошло уже чуть-чуть больше месяца гольф mazda бмв е 90 губля ничего всех у машины покупают без которых вы продадут никогда жизни ему так долго это тянется но во-первых потому что у него поправили до последнего но так как я помоги не один я просто все уговорили давай выложим на это должны все посмотреть люди должны внимание ации еще правильно на все сто процентов уверен то что вы хотите увидеть лицо этого человека дабы в будущем ну не попасться на него я его выложу наш телеграм-канал а я приехал за тачкой ты изначально ну обманул наверное ну я не знает правильно неправильно они но это понятно зачем это ебать ты там выписал блять не на человека ждет это понятно мы сейчас здесь стоим около машины цену обговорили ну бля там я вот приставки сейчас тёлки поехать и пальцы слегка взять и в сторону подвинуть но цена этого не как-то не поможет я бы сказал как есть дают больше бери больше нет нет блядство я немного не понимаю что происходит мы снова дохли посоветовать цена была изначальная 222 продает мотору не не машину я хочу сказать что он нормально понял но мотору ну все мотор там либо пацаны есть мотор до мотор стоит ну 1700 да какие 700 лям стоит брат я смотрел перебрать мотор где-то 1300 на хуй гильзовка только стоит 400 до 300 ни хуя ты на него не сделаешь тракторе сегодня гильзовка стоит 600 узнавал пацаны можете через меня телеграмм ренатку минуту сейчас поговорим блин мы тебя ждали два часа ну короче нами было принято решение мы эту тачку стороной обойдем лучше брать не будем но а вообще вот во всем таком перекупском мире есть такая тема что если мы к тебе там приехали или мы до тебя не доехали или ты нас обманул то задаток возвращается но в двойном размере а в одном верну а в двух нет хотите берите хотите не берите как бы тут такой вопрос есть другой который готов его забрать но мы же 1 на этих репетиров курдулира они ворожки движать сделать садрик а где он на бабки сажает умоляю в этом то и вопрос то что это неправильно гаррифан пишет у меня стрим на канале ну он время ты мне мои не вернешь же правильно мне мое тоже не вернула ну ты-то . продает больше нет спасибо ребят ищите тогда дальше покупайте короче дружище слушать меня сюда внимательно как я тебя и просил чтобы ты меня не снимал а ты мало ли вдруг где-то моё лицо за закатиться так или там будет данным а и там номер телефона я тебя таких проблем устроить что те в жизни не снилось а жизнь перекупства и как бы это мы вроде расстались на хорошей ноте на спокойных словах но проблем могу создать много и всем и каждому поэтому думаю ты меня понял просто по-братски вы слышите что он несет говорит мы на хорошей ноте разошлись чувак переобулся еще зима не наступила уже зимние шкеры отдел след а зима тихо тихо моментальные с этой ситуации просто в общем прошло пару дней уже обещал и составил это целый с вы прикиньте просто я вообще не понимаю че сейчас происходит в моей голове полный переворот и бардак честно говоря но купил я его не у него не у того человека который но переобулся я купил вообще у другого типа который купил его соседним гаражом я эту машину купил дешевле даже дешевле чем я ехал 07 это игрушечка ну там такая ситуация просто жесть что ты сейчас написал гио написал хуйня cls мэрс хуйня вообще чувствовал вы смотрите сейчас вы просто не она же зима ясно на машину поменял друга эта машина 63 целый со мной больше повидала чем ты блять за какие-то блять 11 лет дружбы ты понимаешь бля я просто не хочу на аудиторию показану рассказать что пизду лизал его конкретно сбрили потом какие-то угрожающие сообщения а потом уже не говорит что купил целые все таки я бы на вашем месте тоже был бы в шоке и ни хрена вы не понимал но у меня есть второй ролик про эту тачку так давай давай ахуеть уже без мотора стоит ебать у сейчас должна произойти долгожданная встреча с продавцом какой-то хуйня он купил мужчинам пишут какие-то голосовые то просто не отвечает а я понимаю как вы ждете я сам уже хочу этот вопрос закрыть потому что каждый день не в личку в комментариях пишут типа ну чё где ты чё воздухан и 5 10 короче сейчас уже встретимся мне кажется не так просто пишу знаешь давай выключай камеру оставь телефон пойдем поговорим но я тебе в прошлый раз колту что мне этого не надо давать оставляй телефон пойдем поговорим один на один и все и вопрос закроем давай выбирай камеру и пойдем поговорим а у брат на перекупских движениях молодцы то что курду ли темы делают а у часы снял ведь он пиздец будет это будет наша фатальная ошибка всех приветствую дамы и господа это у нас второй выпуск про на как будто не надо оставлять знаешь скорее всего легендарная даже не столь тачка покупка этого автомобиля она была и то что вы видели буквально минуту назад мы об этом поговорим но буквально попозже в этой серии вы увидите что мы делаем и как мы его купили да я об этом вам тоже расскажу погнали в сервис я вам покажу что мы купили что мы делаем и сколько мы на это потратили вот то что сделает целое за сколько сможет продать непривычно на него не понять не могу это задний привод или полный блок и прикиньте в траме и молодцы дир ахуи режем так и вы все помните как он работал очень 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 ужасно зиму зоны все запчасти ульки обалдеть обалдеть первую жизнь делаю мотор на шесть и три первый раз жизни и надеюсь последний 5 при том мы боялись больше всего задир так у него ванну сам пиза наверно было вот да вот было в клапане который стоит масло насосе ахуи было низкое давление будет отлично это он за турбину типа отвечал за масло для вас как как перекупы вот вот реально как перекупы становятся перекупами они же вообще в дубля не вдупляют в автомобилях ну вот есть так взять реально они как вот становятся перекупами ну вообще же не понимают за автомобили нихуя почему он троила не ехал сколько уже денег потратили на запчасти но для ванну все стоит сколько 200 есть ну про работу я думаю можно помолчать когда заберем обалдеть обалдеть вот 200 тысяч рублей но я думал на самом деле что мы была бы гильзовка это вышло бы где-то примерно на сто еще дорожно плюс 150 вася где не столько цена гильзовку делаю зов к обалдеть спрос ну вот бог назад отвергал от задиров скажем так мы выбрасываем ставим новое 1 нельзя меня нас раздавить с вами как проблему данную точку это распредвал и да и он перескать перескочил где-то вот здесь я правильно понимаю на протяжителе не было давление масла и из-за этого цепочка соскочила слава ебать хорошо что не стукнуло нахуй на каждой шестине сместились диски и ваннас ни один не держит просто вот это поменяй ваннас если вы это все разобрал бы я больше бы никогда бы это все умоляю блять какой целый хороший вам просто ходит спиздил и узнаем запчасти от этой машины обалдеть хау пиздец они сняли эту хуй оденут зазор пока эта тачка стоит сервис сегодня игорек не позвонил сказал то что ему скинули за нее задаток и человек ждет эту машину сервиса и это вообще знаете нам повезло реализовать 63 за с другой стороны как бы до 3 миллионов во первых ты сейчас такую машину не купишь а во вторых ты не купишь такую машину с реально собранным новым мотором это вообще в общем то конечно же я здесь не буду находиться 24 на 7 не буду отвлекать мастеров пусть собирают побыстрее выйдет отсюда а сюда мы вернемся уже тогда когда будем делать они купили ванусы и купили насос высокого давления который ну не насоса масляный насос то что их там 2 200000 у меня ванусы новые были стояли сколько я проехал 40 тысяч я проехал до 50 тысяч это хуйня для ванусов они 150 тысяч ездят на хорошем масле запуск а прямо сейчас 200000 отойдем от целеса и поедем заберем наш дагестанский варь они в чём покупают торги за нули цепи поменяли бала на данную гонова проектеры говоря детям рублей в общем вы сами сейчас все увидите мы выезжаем на этом красавчике ну как всегда двести двадцать первый должен деда векторич я стоять вон я не пил бы вот 8 сервис окейн забираем в общем погнали бля не так почему-то серый x5 e70 нравится пиздец как ебать пизда подушкам на 200 ебать подушкам пизда бля все окейн себе хотел под ногами снег по программе микрофон и обогащенную смесь по первому ряду высокое давление топлива а так за это он слегка цук 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 тук цук 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 нет тук цук цук это нормально в фарсунке да ага да и работает мотор да хорошим согласен вот слышишь как то он громче точно фарсунки сто процентов нихуя это не форсунка братан это масло мало я привык эту тачку видеть это масло мало братан забытую заброшено сейчас он выглядит уже как прям как лучше и нормальная вид бомба согласны проехаться и залить нормального бензина дар сам целый надо посмотреть а у меня как похуй на порсу я же пришел потому что я ее купил не у того человека который мне записывал голосовые вы бассейн че здесь не будет на нем а вот на полщинги а бустера у нас собой нет по итогу собирал потом произошла такая проблема что запустили мотор что-то там опять пошло не так из-за каких-то китайских запчастей мы их поменяли обратно на оригинал изначально мы этот мотор не гильзовали он не нуждался в гильзовке это нам так казалось а по итогу там работает трактор возможно это слышно и он нам не многими решает в общем там в цилиндрах были пятнышки тот кто разбирается тот кто хоть раз видел мотора в разобранном состоянии цилиндры должны быть просто ну кристально металлического цвет там не должно быть никаких пятен ну и задиров уж такие знаете царапок уж тем более чего эллипс эллипс от называется там короче были какие-то эллипсы вова изначально их не увидел потом опять увидел мы отвезли на гильзовку и это все время плюс ко всему в этом ролике присутствует каен с дагестана вы тоже видели мы его забрали встали на ярославке отвезли обратно потом честно хуйня видос трактор вообще всю малину порт понимаешь мы забираем каен уезжаем встаем на тем более понимаете забрать не понимали а сейчас как бы ну там живых реально там пятьсот восемьдесят пять сил и это прям чувствуется что бублик дергается может быть это и не бублика может быть так пятьсот три тысячи рублей сделать качественно хорошо хуйня за пятьсот три тысячи нихуя ты не сделала каене по моему ты блять заебали вы поедете хотя бы заведите его запускать ты его запускаешь у тебя одно ухо вот так в салоне ну потому что право не поправила знаешь понервничал я евген очень много очень много воды блять нормальные видосы сделал бы что прям вот посидеть в них ну нихуя не миг на борт понервничал блять лишний раз того рот ебал блять